Доброе утро, Стопгейм! В эфире Инфакт! Это утро вобрало в себя много небольших дополнений к уже засветившимся в нашем дайджесте историям. Например, директор Bluebird Team, которая вот прям сейчас занимается созданием ремейка Silent Hill 2, Пётр Бабёна, заявляет, что проект уже перешёл на завершающую стадию производства. Полируют, мол, какие-то отдельные штрихи и сами как бы и готовы назвать дату выхода, но называть её не им, а ребятам из Konami вот и ждут. По его словам, игра полностью финансируется издателем, какие-то деньги студия получает уже сейчас, и если итоговые цифры продаж компании понравятся, им сулят даже какие-то дополнительные денежные бонусы. И я замечал в комментариях непонятки со списком платформ и эксклюзивностью игры. Как и заявляли разработчики, в первую очередь игра появится на PlayStation 5 и в Steam, спустя год на других консолях. Это инфа официальная. Касательно как бы противостоящего ремейку Silent Hill'а Remake Resident Evil 4, новости тоже имеются. Продюсер переиздания Йошиаки Хиробаяши пообщался с журналистами из IGN и рассказал об игре интересностей. Всё самое любопытное в статье по ссылке из описания и буквально парой тезисов здесь для затравки. В ремейке разработчики сделали большой акцент на персонажах, в частности подробнее раскрыли отношения Леона и Эшли, а также придали глубину образу Луиса. Обилие QTE, однажды ставшее визитной карточкой игры, в ремейке будет практически упразднено и их число сведено к минимуму. Оставшиеся органично встроены в геймплей. Тетрис в чемодане Леона из ремейка, напротив, никуда не денется. Как стало понятно по недавнему трейлеру с опциями предзаказа игры, сами чемоданы будут разниться, обвешиваться брелоками и, например, золотой чемодан будет повышать количество выбиваемых из врагов денег. Выход игры на текущем поколении консоли, а также PlayStation 4, намечен на 24 марта 2023. Руководитель Lies of Pee, Чхве Чи Вон, вроде читается так, тоже дал обстоятельное интервью с кучей важных подробностей об игре. Наш новостник Андрей Маковеев перевел и выписал все самое важное в заметку на сайте, транслируя некоторые из тезисов. Продолжительность сюжетки около 30 часов. Однако полная зачистка игры, по прикидкам разработчика, займет примерно вдвое больше. Команда разработки Lies of Pee, компания NeoWiz, состоит из сотни человек, расположена в Южной Корее и преимущественно представлена специалистами мобильного рынка. Людей с опытом работы над консольными проектами найти почему-то не удалось, и поэтому им пришлось буквально учиться всему на ходу. Тем не менее, уже сейчас авторы планируют дополнение для игры и надеются, что она превратится в серию. Ориентировочный срок релиза — лето 2023-го. С начала этого месяца, а может даже с конца прошлого, до нас доносятся истории бывших работников Заум, создателей Disco Elysium, о том, как бюрократия развалила дружный коллектив, а самых идейных чуть было не отправила по судам. Так вот, чуть было — теперь не совсем правильное описание. Ведущий геймдизайнер игры Роберт Курвиц подал в суд на Заум. Сделал он это от лица своей новой компании Telomer Oyu. Название эстонское, в произношении не совсем умеренно, но вроде бы гугл говорит так. Первое слушание назначено на 28 ноября, чтобы, цитата, «получить информацию и просмотреть документы». Суть иска не раскрывается. Учитывая предысторию, рассказанную за прошлой неделе бывшим редактором игры Мартином Луигой, очень может быть, что суть в желании оттяпать у компании права на франшизу, по существу, созданную этим самым Курвицем. Будем следить? И за скандалом с голосами колдуни и протагонистки в Bayonetta 3 мы пока ещё тоже следим. В предыдущих сериях. Хелена Тейлор раздула конфликт с Platinum Games и Хидеки Камией, назвала их жадными толстосумами и призвала своих фанатов бойкотировать новую игру и франшизу в целом. На Орехи прилетела и новая актриса, стоящая за голосом ведьмы, Дженнифер Хейл. Она в это время просто пыталась всех перемирить. Камия и Ко словесно опровергли эти выпады, а затем появился Джейсон Шрайер, который собрал информацию по анонимным, но достоверным источникам и выяснил, что сказанная Тейлор не совсем правда, и 4000 долларов за озвучку всей игры ей никто не предлагал. Изначальный оффер – 10 тысяч, которые актрису не устроили. Тогда ей предложили 15, и этого тоже было мало. На большая кампания была не готова, спустя время ей предложили озвучить камео для игры за 4000, но и тогда договоренности не вышло, и разработчики отправились к мисс Хейл. Вооот. А новость заключается в том, что Тейлор публично в своем твиттере фактически призналась в том, что вот так оно всё и было. Разве что ранее заявленных интенсивных переговоров, по её словам, не было, и 250 тысяч за озвучку она не просила. Цитата. «Я командный игрок. Всё, чего я хотел, это достойную оплату труда, которая соответствует моему вкладу в эту игру. За первую часть мне заплатили пугающе малую сумму в 3000 фунтов, и немного больше за вторую. Не забывайте, речь идёт о франшизе стоимостью в 450 миллионов без учёта мерчендайза». Конец цитаты. К названной стоимости франшизы уже придрались все, кому не лень. Новая Bayonetta доберётся до Nintendo Switch уже в пятницу, 28 октября. И ещё один скандал по мотивам уже озвученных мной новостей. 18 октября Electronic Arts провела презентацию Behind the Sims, где, помимо прочего, показала наработки последующей игре франшизы Project Rene. И, казалось бы, закончили на мажорной ноте, будущая серия уже на горизонте. А нет, комментарии разразились негодованием в сторону компании. Как пишет стримерша Ebonyx, цитата. «Ни одного чёрного симмера, вы серьёзно?» Хотя как раз одного темнокожего блогера в трансляции показали. Компания не смогла не обратить на это внимание и вышла в твиттер с ответом. Цитата. «Чёрные симмеры заслуживают того, чтобы их всегда видели во всём, что мы делаем в The Sims. Поэтому мы берём на себя ответственность за эту ошибку и постараемся быть лучше в будущем». Конец цитаты. И без того опасный для игроков, пугливых до спойлеров, интернет стал ещё менее безопасным. Судя по всему, кому-то досталась ранняя версия God of War Ragnarok, он стал в неё играть и щёлкать скриншотики, а эти скриншотики полетели аккурат в твиттер. На плейстейшн такая функция есть, да. В общем, по твиттеру, а к этому моменту значит и по всему интернету, загулялись серьёзные спойлеры сюжета Рагнарёка. Берегитесь контекстных трэдов и видео. Говорят, такое гораздо лучше увидеть непосредственно в игре. Сделать это можно будет лишь 9 ноября, но на обоих поколениях PlayStation. И кстати о! Fallout 4 внезапно вознамерилась получить Next Gen Patch в честь 25-летия франшизы. Обновление станет бесплатным, выйдет в 2023 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series из обновлений, консольные режимы производительности и качества, то есть высокой частоты кадров или разрешения в 4К, бонусный контент из Creation Club и исправление ошибок. 23 октября Steam снова приподнял собственный рекорд одновременных пользователей онлайн. Новое пиковое значение 30 миллионов 24 670 человек. Из них 8,5 миллионов в это время игрались во что-то. В ноябре прошлого года был поставлен рекорд в 27 миллионов пользователей, а в марте этого цифра подползла к 30 миллионам, но тогда планку не преодолела. А каких-то 10 лет назад пиком были всего 5 миллионов человек. Растёт, Steamчик, растёт. На сайте stopgame.ru вас ждут свежие обзоры от наших авторов. Алексей Лихачёв расписал плюсы и минусы асимметричный Ghostbusters Spirits Unleashed, а Андрей Данилов освоял видеообзор, как он её назвал, интерактивной арт-инсталляции по гигеру Scorn. Изучайте с удовольствием, там, кстати, и текстовая версия в видеообзор встроена. Крутое нововведение. Доброго дня.